Как научиться слышать другого человека? Никак. Нужно просто соглашаться с его мнением. Если нет жестокой судьбы, если он тебя не предал, просто он говорит вот так, значит так. И правда всегда посередине между людьми находится. Он не прав и ты не прав, но именно где ты не прав, ты не видишь. А где он не прав, ты видишь очень ясно. Понимаете? И если ты соглашаешься с его мнением, не потому что ты такая придурочная и как бы совсем согласна. Нет просто такой путь к победе над судьбой. Все, другого пути нет. Ты соглашаешься просто. Судьба же на чем ловит тебя? На правде. Два человека на правду вышли из доброты, вышли на правду. И судьба на правде ловит. Вот правду за твою зацепила, тебя правда сжет и все. И она начинает тебя за правду, разжигать твою правду внутри. У тебя полная слепота по поводу его правды наступает. Но если он психбольной, как бы он тебе что-то говорит, и ты думаешь, что это же... Ну отдай его психушку. А если не психбольной, значит согласись. Потому что другого способа услышать другого человека нет. Просто уступи, скажи, да, ты прав, я не права. Думаете, вы унижены будете после этого? Нет, вас будут уважать. Человек просто признает правду другого человека. Я всегда, когда у нас начинается конфликт, я чувствую, что конфликт означает, что я не согласен с женой. Начинается конфликт. Я думаю, о, конфликт пошел. Значит, надо соглашаться. Я говорю, ты права и не прав. Она смотрит. А что это ты резко так согласился? Я говорю, я понял. Она говорит, что ты понял? Как? Почему ты понял, что не прав? Я говорю, я не знаю, почему. Я просто понял, что неправ. Она смотрит на меня, начинает объяснять. Говорит, ну вот смотри. Я почему тебе это, говорю, потому-то, потому-то... По-доброму начинает, говорю. Я начинаю понимать, о чем я не прав. Но ей не объясняю, в чём она не права Почему? Есть ещё одно правило Любовь сама всё объясняет Если люди это понимают, так можно уже мудрецами называть Вот если ты по-доброму к человеку относишься Но у тебя есть своя правда Она сама начнёт делать так, как ты хочешь Потому что она знает, что тебе так приятно И когда она начинает так делать, она понимает, зачем так надо делать Потом уже Понимаете? Я разок с женой подхожу к ней и говорю по-доброму Говорю, слушай, мы с тобой много лет живём Один человек всегда прав у нас, а другой всегда неправ Тебе не кажется это странным? Она такая смотрит на меня Нет, не кажется И пошла Это я с ней соглашаюсь, соглашаюсь А она всё продолжает на меня нажимать Свою правду И потом раз, вот такая фраза И дальше что? Она начинает извиняться Так же, как я Начинает соглашаться То есть идёт дальше Примирение Наступает другой процесс совсем Которым Два человека уже мудро себя ведут Не только один Понимаете путь какой? Как не зацикливаться на своём желании В конкретном ситуации? Надо знать, что Бог обязательно даст возможность выполнить твоё желание Если ты уступишь человеку Особенно это классно для женщин Это вообще Ну айкидо чистейшая То есть вообще Стопроцентная гарантия победы Для вас Ну допустим Вам надо платье купить Я объясняю на этом примере Муж не соглашался Вам нужно платье Новое, красивое Иначе счастья нет в жизни Не у вас Вы теряете смысл с ним жить Он такой Нафиг он нужен Он мне даже Скупой, блин, скотина Он даже мне платье Вообще не хочет купить Зачем тогда Я с него такая красивая Вот посмотрю На себя в зеркало Смотрю Кули Такая красивая В таком платье Всё из-за него Ну нафиг Это мне вот это Вот это А с этим Да я раньше Одевалась лучше Чем За него замуж вышла Вообще Такое чувство Возникает Девушке у вас Возникает иногда Несправедливости Такой Да Вот Надо сесть На карабах Начать печалиться Вам же плохо Ну печальтесь И тоже не заключает А атмосфера В доме Создает женщина Не мужчина Вы знаете Об этом Вы же там Это Шторчики выбираете Обойчики выбираете Самый ужасный Подарок Женщине На день рождения Это обстановку В квартире Муж дарит Она пришла домой Он ей поменял Обстановку Подарил Там что-то купил Что-то вытянул Да Женщина Страшный Подарок Или нет Вы бы не хотели Да Такого подарка Вот Ну то есть Она все делает Прибирает Квартиру Украшает Все Под свое настроение Чтобы у ней было Дома Хорошее настроение Так И это настроение Дальше Что делает Дает хорошее настроение Мужу Детям Собачке Тараканам Всем Кошечкам Все Испытывают счастье В той обстановке Которую она создала Поэтому Девушка Говорят Девушка Девушка Означает Божественная Деви Это Богиня Переводится Санскрит Она Божественную Атмосферу Создает И вот Она села И испортила Всю Божественную Атмосферу Она просто Печалиться Начала И он Начал Кругами Ходить Ты Чего Печалишься И здесь Важно Знать Правила Айкидо Надо Говорить Я Печалюсь Из-за своего Желания Он Говорит Из-за какого Желания Он Говорит Не скажу Это не Твое Дело Говорит Нет Скажи Ну что Я буду На тебя Уже Третий день Смотрю Как ты На кровати Сидишь Сколько Можно Ладно Хорошо Я скажу Но ты будешь Ругаться Нет Не буду Ругаться Скажи Я платье Хочу Красивое Не знаю Что с этим Делать И Плать Начинает То есть Она не говорит Что ты Дурак Не понимаешь У меня Платье Она на себя Огонь Берет Беру Огонь На себя Вот И когда Женщина Огонь На себя Берет Она Плачет От своего Желания Что Возникает У мужчины Дальше Я вам сейчас Расскажу Про мужчину Тайное Знание Хотите Мужинный Когда он Живет Женой У него Два Состояния Все бывают Состояние Скупости И состояние Щедрости Если Женщина Своими Слезами О себе Что она Плохая Она Легко Может Переключить Его Из состояния Скупости В состояние Щедрости И он Может Сразу Не согласиться Он Скажет Да Да Желание Неправильное Потому Что Мы же Решили Что Мы Не тратим Зря Деньги Поэтому Я И Плачу Он Ее Проверил Видит Что Она Согласна Со Семь И У Него Переключается И Он Через Несколько Дней Праздник Пойдем Сходим В магазин Она Говорит Да Чего Идти В магазин У меня Возникнут Опять Мыслей Говорит Ну Ладно Не волнуйся Пойдем Пойдем В магазин А он Специально Делает Как Аккуратно Так Ее Подводит К Плате Аккуратно В этом Говорит Ну Выбирай Он Говорит Я Не Стесняю Я Не Могу Ты Будешь Ругаться И Так Она Постепенно Его Подводит Не Просто К Платью А Нормальному Платью Которого Она Стоит А А потом Перестала Работать А значит Он Значит Это не иммунитет Значит У вас Нет Искренности В этом Вы Начали Манипулировать Значит Не Вы Манипулировать Начали Неправильно Нет Искренности Значит Вы Слишком Наглели Слишком Много Капризов Значит Не Хочу Быть Столбовой Дворянкой А Хочу Быть Владыческой Морской Чтобы Замазала Та Рыбка Была У меня На Побегушку Результат Какой Опять Разбытому Корыту Возвращаемся Назад Ну Система Работает Да То есть Вы Пробовали И работает Ну Несколько Раз Работает Хочу Стиральную Машину Работает Потом Хочу Квартиру Работает Хочу Владычице Морской Вытяжении Работает Ну То есть Надо Просто Понять Есть Разные Уровни Подъема В желаниях И На каком То Уровне Уже Возвращаешься К разбитому Поколюту Поэтому В какой-то Момент Надо Купить Становка Называется ГЗМ Знаете Губозакатывающий Механизм И Как бы Пользоваться И Периодически Ну А если Без Шуток То Учитесь Искренним Отношениям Мужчина Может Быть Щедрым Если Он Видит Искренность Свою Женщина Искрит Мужчина Может Все Отдать Свою Жизнь Даже Свою Жизнь Знаете Об этом Женщина Что Может Отдать Мужчину Она Может Отдать Верность Может Отдать Подарить Ему Детей Может Отдать Ему Заботу Что Она Не Может Ему Отдать Деньги Раз Дальше Жизнь Тоже Не Отдаст И За Что Вот Дальше Что Она Не Отдаст Честь А Ну Честь Она Ему Отдает Каждый День Поэтому Она Замуж Вышла Чтобы Ему Честь Всего Она Не Отдает Ему Жизнь Не Отдает Ему Деньги И Не Отдает Ему Наслаждение Наслаждаться Она Говорит Буду Я Деньги Будут У Меня И Здоровья На Тебя Я Свою Гробить Не Буду Да Три Вещи Мужчина Что Не Отдает Женщине Он Не Отдает Женщине Свою Честь Если Она У нее Честь Забирает То Он С Деньги Не Не Отдает Женщине Честь Не Отдает Свой Разум Он Должен Остаться Разумнее Чем Она Не Должен Соглашаться Быть Глупым Не Отдает Ей Честь Не Отдает Разум Не Дает Ей Свою Волю Воля Должна Мужчина Остаться Сразу Мужчина Честь Мужчина Жизнь Может Отдать Деньги Отдает Жизнь Отдает Сила Отдает Работает Для нее Жизнь Отдает Силы Здоровье Отдает Свою Лень Когда Женщина Муж Приходит Со второй Работой Уставшим Она Спрос Ты устал? Он Говорит Очень устал У меня В сердце Что возникает Такое чувство? Хорошо Мужчина Думает Она Наверное Мне сильно Сострадает А у нее Возникает Хорошо Чувство Он Ради Меня Устал Сильно Устал То есть Она Забирает У него Здоровье Мужчина Это Очень опасная Функция Женщины Если она Злоупотребляет Этой функцией То Она Остается Без Хорошего Мужа И потом Следующий Будет Лентяй Бог Бог Даст Лентяя Для того Чтобы Она Наказание Ей Дает За то Что Она У мужа Здоровье Забрала Поэтому Когда Васька Попал В спирт Есть Одно Правило Надо Его Выжимать От Спирта Только До Определенного Предела Потому Что Если Чуть Дальше То Он Просто Сдохнет Понятно Что Все Замолчали Никто Не Понял Непонятно Мужчина Лечится Только В реанимации Он Будет Отдавать Свою Здоровье До Последнего Если У мужчины Пошли Вредные Привычки Это Не Потому Что Он Козел А Потому Что Он Перерабатывает Он Не Может Отдыхать Расслабиться Это Значит Что У Тебя Слишком Много Желаний Ты Значит Его Гробишь Своими Желаниями А Если До Тебя Были Вредные Привычки Для Кого Он Перерабатывал На Диву Все Время А Если До Тебя Вред Тогда Пусть Вдыхает Тогда Нормально А Если При Тебе Есть Двучестные Значит Ты Давай Муж А Вот Это То Что Женщина Должна Делать Она Должна Следить За Мужем Чтоб Он Не Перерабатывал Должна Приучать Его Здоровый Образ Жизни Должна Приучать Его К молитве Приучать Его Добрым Делам Потому Что Есть Здесь Сделка Определенного Бога Бог Бог Дает Мужчину Чтобы Он Обзаботился О Тебе А Ты Должна Заботиться О Нем Как Мужчина Заботится О Женщине Он Дает Ей Деньги Дает Ей Защиту Прибежище Дает Свои силы Отдает Ей А Как Женщина Заботится О Мужчине Она Должна Совесть Его Взращивать Следить За Его Совестью Чтобы Он Не Стал Бессовестным А Это Значит Она Должна Служить Богу Дома Алтар Чтобы Должна Молиться Богу Постоянно Она Должна Следить За Его Здоровьем Это Значит Она Должна На Своем Примере Сама Показывать Как Правильно Жить Чтобы Его К Постепенно Приучить Потому Что Мужчина Приучается То Что Женщина Хочет Он Должна Богу Его Вести Совесть За Ним Следить Здоровье Должна Ему Давать Здоровье Чтобы Он Не Перерабатывал Следить За Его Напряжением Чтобы Он Не Перенапрягался Должна Следить За Этим А Если Он До Тебя Имел Вредные Привычки Значит Ты До Него В Прошлой Жизни Тоже Эти Привычки Имел Раз Бог Тебе Такого Мужа Дал С Привычками Значит Лучшего Ты Не Заслуживаешь Значит Все Равно Надо Стараться Его Вывести Из Этого Стояния Искупить Свою Вину По Отношению К Прошлой Своей Жизни И Она Должна Ему Подарить Еще Одну Вещь Женщину Здоровье Подарить Должна Бога Подарить И Еще Одну Вещь А Верность Спокойствие Женщина Никогда Мужу Не Подарить Если Он Хочет Приключений Значит Женится До Этого Жил Спокойно Нормально Захотел Приключений Женился Началась Веселая Жизнь Женщина Спокойно Никогда Вот Петух Один Сидит Смотрит Вдаль Тишина Вообще Тишина Нет Проблем Курицы Появляются Бегают Туда Сюда Все Петух Сидит Вообще Он Спокойный Природа Мужская Спокойная Сама По себе Беспокойство Создает Женская Природа Она Начинает Создавать Жизнь Беспокойство Означает Жизнь То То Надо То Все Надо Быстрее То То Все Пято Десято Все Жизнь Пошла Женщина Появилась Жизнь Пошла Дети Пошли Появляются И Орут Она Создает Жизнь Женщина Он Один Нормальный Он Сидит Как бы Нормальный Все Но Проблем Нет Как только Женщина Появилась Жизнь Пошла Потом Дети Еще Больше Жизни Уже Уже Все Напряги Не Только Муж Жена Тоже Бегает Женщина Отдает Верность Следит За здоровьем За здоровьем И за духовной Составляющей Мужа Мужчина Отдает Свою Жизнь Здоровье Отдает Женщине Деньги Отдает Ей Достаток Она Должна Следить Чтобы Здоровье Сохранить Нельзя Пользоваться Здоровьем Мужа Бог Наказывает Потом Все Он Перерабатывает Значит Сокращай Свои Желания Как Не Зацикливаться На Своем Желании Надо Знать Что Твое Желание Будет Выполнено Перестань Его Навязывать Близкому Человеку Вот У тебя Есть Желание Оставь Его При Себе Служи Заботься О нем Придет Время Твое Желание Будет Выполнено Не Навязывай Своё Желание Потому Что Человек Не Может Отказаться От своего Желания Оно Есть И Есть Пускай Живет Придет Время Оно Будет Выполнено Не Навязывайся Будешь Навязываться Тогда Не Будет Выполнено Оно Будет Выполнено Если Будет Любовь Любовь Означать Что Ты Не Навязываешь Когда Ты Навязываешь Нет Любви Не Навязываешь Есть Любовь Чем Больше Навязываешь Тем Меньше Любви Она Тает Хочешь Чтоб Желание Было Выполнено Просто Жди Это Закон Обязательно Бог Тебе Даст Возможность Своё Желание Будет Выполнено Обязательно Жди Можешь По Доброму Сказать Озвучить Его Но Это Все Равно Ничего Не Поменяет Потому Что Желание Будет Выполнено Когда Придет Время Вот Допустим Женщина Хочет Ребеночка Надо Говорить Я хочу Ребеночка Я хочу Ребеночка Муж Я хочу Ребеночка Надо Нет Если Будешь Говорить Значит У него Возникнет Чё Протест Внутри Он Скажет А я Не Хочу Отстань От Меня И У Ней Создается Впечатление Что Ему Не Надо Детей А Ему Чё Не Надо Чтоб Его Долбали Им Не Что Он Чувствует Что Пока Нельзя Нет Возможности Но Если Женщина Один раз Сказала И Больше Не Трогает То Что Дальше Происходит Она Приближается К своей Цели Служит Мужу Заботится О И Когда Он Говорит Что Ты Хочешь Такая Классная У Она Ребеночка Хочет Она Опять Ребеночка Но Опять Ближе Она К Цели Своя И Когда Она Цену Заплатила Служением Мужу Нужную Цену Тогда Товар Будет Доставлен Если Нужную Цену Не заплатишь Товара Не будет Ребеночек Это Серьезный Товар Уже Это Как Не То Что Платье Купить Это Уже Серьезный Напряг Для Муж Ребеночек Поэтому Платить Цену Всегда Тоже Цену Платить Во всем Но Если Ты Все Время Требуешь Допустим Приходишь К продавцу К одному Это Муж Говорит Хочу Платье Вот Это Он Говорит А ну Стоит Столько Это Говорит А мне Нет День Но Я Хочу И Так Десять Раз Потом Он Приходит Говорит Мне Есть Деньги Можно Куплю Он Говорит Ты Меня Уже Достал Можно Ты Больше Не Будешь Сюда Катить Мне Даже Это Платье Тебе Не Надо Продать Потому Что Ты Еще Что Ни Захочешь Потом Давай К Другому Продавцу Пожалуйста Понимаете О чем Я Говорю Или Нет С Чего Начинается Уважение В Семье Уважение Это Самое Главное Для Отношений Вообще И На Работе Везде Без Уважения Нет Ничего Не Работает Не Происходит С Чего Начинается Уважение Вот Как Начать Уважать Человек Вот Если Просто Вот Взять Начать Уважать Ну Как Самый Лучший Способ Как Просто Чтобы Вот Прямо Ты Уважаешь С Пол Пинка Вот Раз И Уважаешь Когда Ты Видишь Божественное Качество В Человеке Тогда Ты Уважаешь Да Это Просто Но Это Вы Никогда Не Ждите Что Это У Вас Будет Это У Вас Не Будет Потому Что Судьба Не Дает Возможность Близком Человек Видеть Божественное Качество Вот Женщина Кому Годно Будет Видеть Только Не Мужик Вот Все Мужики Хорошие У Меня Бедоносец Все А Ну Все Значит Все Все Нормально У вас Значит Вы Справляетесь Да Потому Что Природа Заставляет Так У Женщины Есть Такое Свойство Она Все Недостатки Мужа Замечает И Второе Замечает Это Первое И второе Не Забывает Мужчина Замечает Женщину Недостатки Забывает Забывает А Женщина Замечает И Не Забывает И Поэтому Уважать Мужа Очень Сложно Потому Что Она Видит Его И Все Помнит Все Недостатки Все Что Он Сделал Два Год Назад Три Год Назад Если Он Еще Вякает И Говорит У тебя Че Такой Недостаток Она Такая Достает Пулемет Памяти Такой А У Тебя И Он Такой Все 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 То есть Женщина Замечает Все Недостатки Не Забывает И Уважать Мужа Очень Трудно Потому Что В Других Мужинах Она Наоборот Чужих Никогда Не Замечает Недостатки Тогда Нечего Не Забывать Потому Что Все Мужчины Вокруг Очень Хорошие Кроме Моего Мужика Я Утрирую Чуть Не волнуйтесь У вас Прям Пульс Поднялся Все Хорошо Не волнуйтесь Сравнивают Женщина Сравнивает Сюда И У Ней Все Равно Есть Склонность Видеть Лучше Других Своего Как-то Трудно Лучше Видеть Это То Что Мы Говорим Естественно Склонность У Женщины Теперь Как Надо Склонность Такая А Разум Женский Как Должен Работать Она Должна Заставлять Себя Считать Своего Мужа Достойным Человеком Заставлять Себя Разум Женщина И Это Является Безусловным Таким Действием Которое Не Нуждается В Логике Или В Понимании Это Называется Знание Или Воспитание Женщина Должна Проявлять Поведение Вот Тут Такой Воспитанный Человек Он Ведет Себя Определенным Образом Вот Допустим Если Человек Лекции Читает Как Он Должит Себя Вести Не Говорит Плохих Слов Вот У Меня Жена Она Когда Садится Лекцию Слушать Она Раньше Слушала Мои Лекции До Замужества А Сейчас Она Тоже Иногда Приходит Она Когда Слушала Лекции Она Смотрит Чтобы Я Не Говорил Плохих Слов Внимательно Следит За Мною Чтоб Я Ничего Шуточки Какие-то Пошлые Там Чтоб Я Не Делал Очень Внимательно Она Сидит И Смотрит Лекцию Когда Она Приходит Мне Идеальная Лекция Для Питера Самый Раз Ее Надо В Питер Приглашать Чтобы Я Культурно Лекции Читал Потому Город Самый Культурный Из всей России Люди Очень Образованные Внимательно Смотрят Что Это Олег Геннадь Давайте С ним Разберемся Вот Допустим Где-нибудь Черябинский Они Вот Так Слушают И Все А Тут В Питере Так Они Что Вы Про Иисуса Христа Сказали Вот Мои Хорошие Уважение Это Просто Воспитание Это Делается Просто На Автомате То Есть Ты На Сам Деле Ну Может Извиняюсь Чего-то Случайно Вот Ты Может Быть Этого Даже Не И И И И Просто Надо Так Делать И Все Вот Допустим Хочется Тебе Или Не Хочется Надо Носить Штаны Вот Если Человек Без Штанов Куда Пришел Ему Так Захотелось Допустим Но Это Неправильно Уже Все Подумают О Псикушке Может Быть Ему Надо Отдать Все В больницу Так Ведь Или Нет Воспитание Ну Вот Точно Так Ж Когда Женщина Смотрит На Свою Мужа Она Должна Смотреть На Него По Законам Бога Есть Законы Правила Которые Бог Создал Как Женщина Должна Смотреть На Мужа Она Должна Смотреть На Него Застых Немножко Вот Так С Удивлением Вот Представьте Вы впервые Увидели Северного Оленя Осенью Вдобливый Серый День Раскакал По Городу Олень А? Не в дурку Удивление Знаете Эмоции Удивление Когда он Женат Он Как Лесной Олень Дикий И Вы Видели Рога Такие У него Видно Жена Бросила Вот Рога Красивые Большие Задевают Тучи Облака Большие Рога Ну Так Хорошо Кинула Вот И Вы Умчи Меня Олень По Моему Хотенью Умчи Меня Олень Твою Страну Оленью Только Не в Багадан Понятно Уважение То есть Смотрите Вот Ты Какой Весной Олень Вот Смотрите На него С удивлением Удивление Восхищение Уважение Такое Когда он говорит Надо Кивать головой Делать вид Что Вы Очень Все Понимаете Потому Что Мужчине Очень Важно Что Вы Понимали А он Говорит Понимаете Очень Сложно Потому Что Мозги Напрягают Когда Мужчины Говорят Женщина И Так А Надо Да Мой Хороший Полностью Верьте В Его Слова Доверяйте Хотя Вите Он Блин Вообще Мня Что Опять Придумал Как Вы Да Мой Хороший Согласны Что думаете ему надо Чтобы вы прям все поняли Чтобы вы были согласны с ним Это надо что ли Нет мужчине надо Чтобы она его любила А что значит любить женщину Это значит что она Смотрит на него как на лесного оленя С удивлением Первый раз видели Оленя Я в Америку Когда в Лос-Анджелес приехал И там по улицам олени бегают Знаете Я такое увидел Нифига себе Я в лень бежит Они говорят что смотришь У нас всегда бегают У нас олени тоже бегают По улицам Но не лесные Местные Козлы бегают Бараны говорят Всякие Ну там тоже хватает Там свои животные Там апоссумы всякие Там апоссумы всякие Ладно Хорошо Это называется уважение То есть женщина Верность женщины означает Что она Она может смотреть как на очень Разумного человека Сильного И дающего знания Когда он говорит Когда он говорит Она всегда согласна Не важно что вы думаете Не важно что вы думаете Называется уважение Если вы хотите чтобы он понял больше Эту тему допустим Он не понимает Вы хотите его уберечь от опасности Он его крышу порвало Там начал начальника ругаться Все равно Слушайте Смотрите вот так И соглашайтесь Скивайте головой Все Это называется уважение Если вы не уважаете человека Дальше ничего не будет Никаких отношений Понимаете? Я смотрю Несильно Вы понимаете? Это очень сложная тема Скажешь Ну а если он не такой человек То все равно надо так себя вести Понятно? И когда вы его так себя ведете Он будет счастлив с вами Он будет Любовь пойдет Вот Как женщина теряет мужик? Вот женщина Кому из вас понравится Что какая-то тетка Так легко Уведет у вас мужика Вашего Которого вы уже воспитали Приручили Все сделали Он такой классный Уже почти готовенький И вот готовенький Вы его воспитывали Пять лет там или десять А другая раз Его воспитанного забрала И он теперь Ей счастье принесет Вы согласны? Нет? Ну а как она его забрала? Вот что она сделала? Смотрела как на оленя Соглашалась Все И что? И вы потеряли мужа Так лучше сами так делать Понятно? Логика ясна Это называется Любовь Знаете что такое любовь? Не то что вы думаете Любовь это игра На санскрытии называется Лила Слово знаете? Перевод Лила Это игра У Бога с супругой Любовь это игра Они играют Друг с другом Шутят Играют Любовь это игра Любовь движется Только в настроении игры Мы слишком серьезно себя ведем Игра В сторону подавки В сторону близкого человека То есть вы Как себя ведете? Не так как вы хотите Как вы чувствуете А так как ему надо Вы себя ведете Вот это любовь То есть вы на муж Смотрите вот так А как мужчина На женщину Вот сейчас у женщины У вас не будет возражений Сейчас у вас Не будет возражений Вот того что я говорю У мужчин нет возражений Мужчины Вот Дорого это стоит Понимаете? Вот чтобы жена Так себя вела Она соглашалась Смотрела вот так С уважением очень С восторгом Дорого стоит Любовь мужчина Готов пол царства отдать За вот это Что сапфиры И алмазы Жемчугу И бирюза Все отдал бы вместе Сразу за красивые глаза Так? Или нет? А красивые глаза Это какие? Вот такие Как я вам показал А? Любящие Ну а что значит Любящие? Да верность Преданные Вот так С удивлением Смогут Восторг Теперь женщине Что надо? Вот сейчас женщина У вас возражений Не будет А это тоже игра Моя хорошая То же самое Как он должен Смотреть Моя Как самое красивое Очень Аккуратно Нежненько Общаться Разговаривать Аккуратно Нежненько Если вы капризничаете Да Моя хорошая Да Я тебя слушаю Видите Вы киваете Головой А это тоже игра Потому что Мужчина так не считает Что женщина Такая Что так с ней надо вести У него свои взгляды На этот человек Он не сильно считает Что это моя хорошая Скорее наоборот Вы ему объясните Надо Да Вот чем вы и занимаетесь Всю жизнь Объясняйте Какая-нибудь Хармоза Я понял Я сейчас по понятиям Разложу Скотина Какая хорошая Понял Да Чем вы Объясняйте И занимаетесь Всю жизнь Чем больше Объяснять Тем больше Не пропадает Желание Так делать Потому что Любовь Насильно Не выработаешь Человек Себе Поэтому Образование Единственный способ Или опыт Горький опыт Сын Оши Невок Трудных Одна Слетела Вторая Слетела А с третьей Уже начинаешь Да Моя хорошая Улыбаешься Подобным Ласково Мягко Она капризничает Ты не обращаешь Немания Разговариваешь С ней Очень ласково По-доброму Всегда Никогда Голос не повышаешь Никогда Ей Не втуляешь Правду Матку Всегда аккуратненько Да Она хорошая Согласен Кто Женщина Происходит В это время А Ну Это да Кроме этого Что происходит Какая она становится Добрая Становится Хочется Ей Заботиться Стирать Убирать Но она Привыкает К такому Поведению Да Если он Другое Проявляет Она уже никогда Не согласна Да Ну это же нормально Почему нет Мужчин тоже Привыкнет Если так будешь Тоже привыкнет Скажешь Ты что Как бы Что на меня Смотришь По-другому Ну смотри Правильно Тебя Олег Геннадьевич Учил Там На лекции Или нет Игра Оказывается Важение Это вид игры Это А потом Дальше Что происходит А потом Дальше Когда ты К нему Так Относишься Он таким И становится Женщине Так Относишься Она Такой И становится Ласковой Доброй Заботливой Он Становится Серьезным Уважительным Уважающимся Человеком Понимаете Свою природу Человек Приобретает Теперь Допустим Вы Со мной Не согласны Сейчас Допустим Ну Давайте Посмотрим Как вы Со своими Детьми Ведете Себя Вот Как Мальчик Перед вами Ваш Любимый Мальчик Стоит Как вы На него Смотрите Он Говорит Мама Я Трактор Отремонтировал Допустим Там у него Регуночный Трактор Как вы Угораете Над ним Да это Огрошенный Трактор Пошел Там Нагрый Как Вы С ним Разговаривали Молодец Молодец Мой хороший С восхищением Как На Маленького Олененка Да Это Называется Любовь То есть С сыном Понятно Да А с мужем Нет Знаете Почему вам С сыном Понятно Потому что Вам к ребенку Бог дал Любовь А вот С мужем Он вам Не дал Потому что Он хочет Чтоб вы Научились И вот Как вы К ребенку Относитесь Так и К мужу Относитесь В чем Разница Или Девочка Маленькая Допустим Она такая Капризничная А вы Как Да моя Сладкая Да моя Дорогая Да все У тебя Будет Хорошо Аня Так Или нет Девочек Почему Потому что Вы ее Любите Значит К женщине Надо Вот так Относиться Как Как Девочке А К Мужчине Надо Как Мальчику Разницы Никакой Нет Там И там Природа Действует Мужская Или Женская Просто Там У вас Есть Любовь Которую Бог вам Показал Как Детей Любить А Мужа Как Не Показал Учитесь Сами Любовь Означает Игра И теперь Вы говорите Он Обнаглеет Да Потому что У любви Есть два Берега Есть Берег Встречи И разлуки И вы Должны Обязательно На эти Берега Плавать Иначе Любовь Будет Разрушена Если Вы Ведете С себя Хорошо Он Обнаглеет Обнаглел Берег Разлуки И человек Дальше Когда На берег Разлуки Жена Ушла По Доброму Что Он Будет Делать Ее Возвращать Потому что Она себя Хорошо Вела Он Это Не Оценил Теперь Она Подальше От него Держится Он Значит Не Приближается Понятно Вот Это Любовь Обнаглел Воспитание Воспитанным Стала Забота Любовь И туда Два Берега Встреча Разлука Встреча Разлука Уважение Начинается С правильного Поведения Вот С чего Оно Начинается Больше Ничего Оно Начинается Силы Человек Должен Брать Природа Добрые люди Бог Больше Нет Нет Никаких Источников Силы Почему Мы Разочаровываемся Друг Друг Потому Что Степень Оскорблений Которые Мы Совершаем По отношению Человеку Друг Другой И Бог уже не может нас вместе оставлять, потому что мы катимся в ад вместе. И Он думает, лучше пускай человек один живет, чем он будет разрушать свою жизнь. И с этого момента семья начинает разваливаться, чтобы слишком много оскорблений. А почему оскорблений? Потому что нет желания правильно себя вести, нет желания по-доброму настраиваться, прощать, нет желания играть в любовь. Любовь может только играть. На берег разлуки ходила? Все. Есть два типа людей. Одни все время терпят, прощают и теряют близкого человека. Другие все время на береге разлуки находятся и теряют близкого человека. А надо что делать? Да. Две стороны любви. Одна сторона медали называется служение, вторая – воспитание. Если есть только служение, медаль какая? Бракованная. То есть вы видите медаль, опа, а с другой стороны пусто. Примут такую медаль, нет? Бракованная медаль. Ненастоящая. Две стороны есть у медали. Любовь. Это игра. Нет? А если ты делаешь, ты че? Че прокисаешь, блин, как огурец? Банку запечатают. Саша меня машет, все, пора заканчивать. Завтра надо приходить всем в одежде, в которой можно сесть на пол, чтобы ничего не порвалось, чтобы было не стыдно. Вот. Там есть поза бабочки, например, чтобы вместе колени бросить. Надо брючки, там, трико одевать. Взять коврики с собой, чтобы можно было на пол сесть или там встать на коврик. Понятно? Завтра будет ретрит, не лекция. Завтра на полу все будут сидеть. Сначала будет настройка, я буду рассказывать, как молитву читать. А потом целый час молитва, а потом мы с вами будем общаться. Ну, то есть, это обязательно хотя бы кто никогда в жизни не был на ретрите. Это, блин, просто вы, когда спойте, вы поймете, что это самое лучшее мероприятие в вашей жизни, какое только было. Вы согласны, что кто ходил или нет? Да. Да, все ждут, кто ходил, а кто много ходил, поднимите. Градится? Хорошо? Классно? Приходите, это очень важно. Хочу также сделать объявление. Несколько. Первое объявление у нас с 1 по 8 мая будет фестиваль в Сочи. Ну, такой с ретритами, с пробежками, с купанием, с лекциями, дети будут там ухожены. Ну, вся инфраструктура там приедет ансамбль, где вернулся, будет петь. Вот. Ну, то есть, полный такой классный фестиваль. И он будет 8 дней, но вы можете и позже остаться, потому что у меня потом тоже лекции будут по вечерам. Вы можете просто остаться и еще на лекции, ну, и проходить дальше. Если вы хотите отпуск побольше сделать, там, допустим, на две недели. Это первое объявление. У нас также, возможно, с 1 июня будет еще фестиваль на Иссыкуле. Иссыкуле – это очень красивое, живописное место. Туда, конечно, будет очень дорого доехать, но, возможно, что там будет дешевле сам фестиваль стоит. Там прямо будут источники на территории фестиваля. Можно в ваннах горячих лежать, которые, радоны, которые прямо из земли идут горячие. Озеро – все как минеральная вода, то есть его можно пить прямо из озера. Чистейшая вода, то есть, ну, совершенно необычное, потрясающее создание природы. Километр в глубину, 60 метров, 60 километров в длину, в ширину и 120 в длину такое озеро. Здесь кругом горы, красота, это еще выше моря, такой очень красивый климат. Это Киргизия, туда не нужны визы, просто по загранику приезжаешь и все. Так что мы там будем делать фестиваль, кто хочет, тоже может приехать. Следующее объявление. У нас очень крутой проект создан. Благодаря искусственному интеллекту сейчас возможно мои лекции на всех языках мира слушать. Без перевода, то есть моим голосом лекции идут. Даже с моей мимикой можно так сделать. Благодаря искусственному интеллекту. Это нормально для женщин, но для мужчин, также для мужчин, чтобы быть уважаемыми, осознанными и терпыми. Классно? Классно? Кто знает испанский? Классно? Потрясающе, это испанский, да, в общем, вот. Вот, хорошо. Вот, если вы хотите, чтобы на всех языках мира мои лекции слушали, если вы хотите помочь, то вы должны кое-что сделать, и у вас все получится. Ритуал знал, что нашел и неиспанский, и разрушил их в сердце, и неиспанский вinner. До всего. До всего. До всего. Дальше. 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 Понимаете, будет идеально китайский, хинди, что хочешь. Значит, что надо? Можно записываться добровольцем. То есть подходите к Жене, к моему помощнику, он вам телефон дает. Вы можете на русском просто 20-10 минут в день, берете вам отрывочек прислать, вы его чуть-чуть подправили, ну, чтобы правильно все звучало. То есть программа переводит лекцию сначала в слова, потом дальше она переводит на английский, если вы знаете английский, вы можете подправлять английский. Если вы знаете испанский, можете подправлять испанский. Если вы знаете китайский, можете подправлять китайский. Ну, то есть, а дальше уже моим голосом, дальше дает лекция, и все, и люди слушают, получают знания. У нас открылся англоязычный YouTube, открылся англоязычный инстаграм и это просто люди начинают слушать на английском языке очень много уже хороших добрых отзывов мы уже 23 лекции перевели на английский язык именно в таком качестве то есть лекция моим голосом без всякого переводчика очень классно еще субтитры будут спасибо вам большое всем я желаю вам всем мира счастья любви и здоровья